Отопление есть, у кого нет, будет. Городские власти держат на контроле подачу тепла. Успели до дождей в Ярославле, перевыполнили план ремонта трамвайных путей. И в каникулы учеба необычная. В ярославских школах открылись умные смены. Ярославская школа удостойна звезды Достоевского. Кому дают такую награду? Студенткам мастер маникюра поэтесса в Ярославле выбрали первую красавицу. Маленькая да удаленькая спортсменка Семибратова стала призером соревнований по тайскому боксу. Вы смотрите главные телевизионные новости. В студии Дарья Носовская. Здравствуйте вместе со мной о главном в регионе корреспонденты городского телеканала. Ярославцы жалуются на холод в квартирах. Напомню, отопительный сезон по инициативе губернатора Михаила Ивраева начался 2 октября. На сегодня во все детские сады и школы Ярославля подано тепло. Об этом городскому телеканалу рассказали в департаменте городского хозяйства. Обогреты 99% жилых домов, но кое-где трубы в квартирах остаются холодными. В основном это связано с возникшими аварийными ситуациями во время запуска. Так без тепла остались жители нескольких домов. На улице Ушинского авария на теплотрассе, по мнению жителей, устраняется очень медленно. Нам почти ничего не говорят, потому что ни до ТГК с автоответчиком, ни до теплосетей дозвониться невозможно. Они просто трубки не берут, не берут теплосети. А ТГК говорит, перезвоним, но не перезваниваем. Городские власти держат ситуацию на контроле. На днях департамент городского хозяйства собирал представителей ТГК-2 для определения необходимых работ и сроков завершения ремонта на теплотрассах. До конца текущей недели все аварии должны быть ликвидированы. Тепло дано в дома. Эти объекты у нас находятся на особом контроле. С ТГК-2 у нас связь есть. В постоянном режиме мы по каждому дому, так скажем, динамику смотрим. Яргора Электротранс перевыполнил план работ по ремонту трамвайных путей. В этом году удалось привести в порядок 23 участка. Сделан капитальный ямочный ремонт. Переезды уложены усиленной тротуарной плиткой и асфальтобетоном. Специалисты успели завершить все необходимые работы до начала осенних дождей за качественное выполнение своих обязательств сотрудников Яргора Электротранса на своей странице в соцсетях поблагодарил мэр Ярославля Артем Молчанов. В октябре в Ярославле планируют завершить все ремонты дорог. Согласно графику, успеют ли подрядчики закончить работы в срок? Какие улицы уже в новом асфальте? Где еще идут ремонты? Как контролируют качество их выполнения? О реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году говорим во вторник в программе «На повестке дня». На вопросы моей коллеги Екатерины Сысоевой ответит Ярослав Овчаров, директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. Эфир в 19.20 на городском телеканале. Сегодня в здании правительства Ярославской области губернатор Михаил Евраев наградил отличившихся сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Событие приурочено ко дню образования ведомственного управления и создания отрядов быстрого реагирования. Почетными грамотами и благодарностями губернатора Ярославской области отмечены сотрудники СОБР и вневедомственной охраны. Начальник управления Росгвардии по Ярославской области вручил медали и нагрудные знаки, также цены, подарки и благодарности. Всего государственными наградами отметили 28 профессионалов своего дела. Четверо сотрудников были удостоены медалей за отличие в охране общественного порядка. Не лишним будет отметить, что только в текущем году сотрудниками спецподразделений было задержано порядка столиц подозреваемых в совершении преступлений. Безупречная подготовка, исключительная работоспособность, профессионализм, неотъемлемые качества личного состава, которые являются надежной основой в успешном выполнении задач, стоящих перед управлением Федеральной службы Войско-национальной гвардии по Ярославской области. Отряды специального реагирования выполняют сложнейшие задачи. Это, конечно, и борьба с терроризмом, экстремизмом, и пресечение преступлений, связанных с захватами заложников, сопровождение силовое, оперативно-рыскных мероприятий и многие-многие другие задачи. Рейды народных дружинников продолжаются. Напомню, патрулировать улицы областного центра добровольцы начали в позапрошлую пятницу. Следят за порядком на улицах Ярославля поздним вечером. В качестве опознавательного знака красные повязки на предплечье у каждого. Группу сопровождают сотрудники полиции. На данный момент зарегистрированы 12 народных дружин. В них входит более 200 человек. Добровольцам помогает казачье общество. Работа ведется в каждом районе города. Народных дружинников поделили на группы. Каждая мониторит происшествия в своем районе. Рейды у нас проходят каждую пятницу и субботу в вечернее время. Охватывает центральную часть, где основные места развлечений, скажем так, где больше всего народу погуляет. При выявлении какого-либо правонарушения проводится беседа. Жители все понимают. Сегодня днем на пересечении проспекта Фрунзе с улицы Академика Калмогорова столкнулись три иномарки «Газель». Момент аварии попал на наружные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как серая «Митсубиши» врезалась в фургон на большой скорости, когда тот стоял на красном сигнале светофора. По инерции отечественный грузовик задел рейндж-ровер, который в свою очередь вкатился в «Шевроле». У инициатора аварии сильно смялась передняя часть кузова. Водитель был доставлен в больницу имени Соловьева. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как критическое. К другим темам. Сегодня в Ярославле открыли памятник Константину Дмитриевичу Ушинскому, основоположнику научной педагогики. В этом году 200 лет. Учитель учителей. Работал в Ярославле с 1846 по 1849 годы. На это время пришлось становление его и как преподавателей, и как писателей, и как ученого. Идея увековечить память Ушинского существовала давно. Но она удачно воплотилась в год педагога и наставника. Марина Смарагдова отправилась на торжество. Белое покрывало соскользнуло с памятника чуть раньше времени. Все подумали, это знак. Скульптуру расположили в парке возле биологии географического факультета на фоне видов Ярославля XIX века. Аллея имени Ушинского появилась здесь в мае. Я хочу, чтобы все, что я делаю, было доступно людям, а тем более студентам, которые его очень обожали и любили. Сегодня, как когда-то на лекции студентов, Ушинский вновь собрал ярославцев по значительному поводу. Увидеть все своими глазами собрались и бывшие выпускники педа, и те, кто сегодня грызет гранит науки. Константин Дмитриевич один из тех педагогов, кто продвигал женское образование в России, кто первым поехал, ну не по своей, конечно, воле, за границу, чтобы изучать, как там относятся к женскому образованию. Поэтому для меня лично это очень многое значит. Сегодня много говорили о новаторстве Ушинского. Многие его передовые для того времени идеи сегодня – аксиомы. Это он заложил в основном образовании, сотрудничестве ученика и учителя. Говорил о тесной связи обучения с нуждами общества. Отрадно, что его карьера началась на берегах Волги. Это будет очень яркая, интересная точка притяжения для жителей Ярославской области, для всех гостей. Здесь все сделано очень красиво. Я думаю, что вот очень правильно, что и подсветку сделали. Это, конечно, тоже важно, чтобы такая красота была у нас не только днем, но и вечернее время. Российская педагогика – одна из самых сильных. Научные школы российской педагогики, российской психологии, школьные педагогики – это то, чем мы по праву гордимся, и то, что изучают педагогики всего мира. Самый волнительный момент, когда скульптура является перед собравшимися театрально и торжественно под звуки государственного гимна. Скульптор Елена Пасхина удивительно точна в деталях. Ушинский изображен очень молодым человеком. В костюме профессора с тростью. Портфель не закрыт. Кажется, что он только достал бумагу, чтобы сделать записи. Автор много изучал время жизни педагога. Тогда для преподавателей был свой дресс-код. Сегодня появление этого памятника здесь – это своеобразное дань уважения вообще профессии педагога. Замечательно, что он появляется здесь рядом со зданием нашего педагогического университета, которое носит звание Константина Дмитриевича Ушинского. Это назидание всем студентам. Сегодня многие не могли отказать себе удовольствия сделать фотосессию с новой достопримечательностью города. Но ярославцы на этом не успокоятся. В этом году исполнилось 185 лет со дня рождения другого великого земляка – скульптора Александра Михайловича Апикушина. Инициативная группа уже подбирает место, где появится новый монумент. Будет это не завтра. Как показывает опыт, расстояние от идеи до воплощения займет время. А пока ярославцы в восторге от памятника. Ушинский в расцвете сил спокойно и достойно смотрит в будущее, которое его сегодня и окружило. Марина Смарагдова, Василий Мосин. Главные телевизионные новости. Умные каникулы. Под таким названием сегодня стартовала смена школьных лагерей в Ярославле. 14 образовательных учреждений подготовили для своих учеников увлекательные занятия в каникулы. Что нового узнают ребята, расскажет Александр Захаров. Первая каникулярная смена в 68-й школе стартовала традиционно с торжественной линейки. Ну а затем все отряды получили маршрутные листы. В течение пяти дней ребятам предстоит узнать немного больше о предметах, которые проходят в школе. К примеру, их ждут новые опыты по химии. Сами ученики говорят, что это полезная практика. Особенно перед государственной аттестацией. Как-то подготовиться лучше к экзаменам, не проводить время зря, с пользой провести время, чтобы получить больше знаний. Я сюда пришел, потому что, чтобы побольше видеться с одноклассниками, узнать что-то новое, позаниматься в этой научной деятельности, так сказать. Как ты считаешь, что тебе это даст? Ну, поможет подготовиться к УГЭ. Узнаю что-то много, побольше. Позанимаюсь дополнительно. Всего в первую смену записалось 55 подростков. Организаторы лагеря, педагоги подготовили для ребят обширную познавательную программу. Дети будут обучаться функциональной грамотности. Сейчас это очень актуально. Умение читать тексты, работать с текстами, таблицами и так далее. Но только это будет не в форме учебных занятий, а в других формах. Чтобы детям было очень интересно. Каждый должен для себя найти что-то новое. Подобные умные каникулы проходят в ярославских школах уже не первый год. Каждое из образовательных учреждений выбирает свой формат обучения детей. В первой смене, которая рассчитана на пять дней, побывают более 550 ребят. В основном старшеклассники. Следующие смены запланированы с 30 октября по 3 ноября и с 20 ноября по 24 ноября. Всего в осенние каникулы отдохнут 3,5 тысячи детей, из которых 400 детей из многодетных семей и 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Что касается 68-й школы, то здесь начало обучения пройдут старшеклассники. Следующие каникулы уже предназначены для учеников младших классов. Александр Захаров, Денис Кавуров. Главные телевизионные новости. Ярославская школа номер 21 имени архитектора Андрея Достоевского получила сегодня диплом «Звезда Достоевского. Впервые в России». Обычно награда вручается учреждениям, которые носят имя его родного брата, всемирно известного писателя Федора Достоевского. И случилось это событие в день рода семьи классика русской литературы. 517 лет назад, в октябре, предку братьев было подарено родовое имение Достоевы в Белоруссии. Из Санкт-Петербурга и Москвы в Ярославль приехали гости. В этом году исполнилось 10 лет, как 21-я школа стала носить имя Андрея Михайловича Достоевского, родного брата знаменитого писателя. В 19 веке он был ярославским губернским архитектором. По его проектам построено большое количество зданий. Диплом «Звезда Достоевского» торжественно вручен школе. Почетная награда учреждена в 2021, в 200-летию классика. Первый диплом, который будет награждена школа, носящий имя не Федора Михайловича Достоевского, потому что могут быть и другие школы, которые тоже занимаются этим делом. Дело в том, что Андрей Михайлович внес очень большой вклад, он написал очень ценные воспоминания о своем брате. Ученики каждый день видят это изображение. Еще одно напоминание о том, чье имя носит их школа. Я сегодня буду на мероприятии рассказывать о всей жизни Андрея Михайловича Достоевского, как он относится к городу Ярославлю, про его проекты инженерные, архитектурные. В честь знаменательного события провели круглый стол, пригласили гостей. В августе месяце прошел симпозиум Международного общества Достоевского в Японии, в Ногойском институте международных отношений. Это показывает, что несмотря ни на что у нас международные контакты продолжаются. Школа поддерживает длительные добрые отношения с родственниками Андрея Михайловича. Очень приятно, что в школе и в библиотеке очень ждут его память. И вообще отношение к роду Достоевских просто безупречно, с большой любовью. Тем более, вот сегодня, например, день рода Достоевских, 517 лет. В школе мечтают о том, чтобы посвятить архитектору отдельный музей. Материалов очень много. Очень много подарков, подаренных Ларисой Дмитриевной. Лариса Дмитриевна большая умница. Она поддерживает нас, с нами связь. Она нам присылает такие редкие, уникальные вещи в Андрею Михайловиче, которые, может быть, даже нет в архивах. Школьники работают над проектами, посвященными памяти Андрея Михайловича Достоевского, чтобы ярославцы узнали о нем больше. Владислав Старожук, Марина Смарагдова, Олег Вольский. Главные телевизионные новости. В Ярославле состоялось торжественное открытие 26-го кинофестиваля «Созвездие». В столице Золотого кольца он проходит уже пятый раз. В этом году организаторы уделили особое внимание показу фильмов в городах Ярославской области. Сегодня на сцене филармонии вручили приз гильдии актеров за выдающийся вклад в профессию народному артисту России Валерию Баринову, а также приз гильдии каскадеров, исполнителю трюков, актеру театра и кино Петру Федорову. На церемонии открытия побывал и мэр Ярославля Артем Молчанов, мой коллега Алексей Машков присоединился. Выразительная актерская игра, яркий, запоминающийся сюжет и работа режиссера – вот лишь немногие критерии оценки кинофестиваля. А сколько еще таких нюансов, скрытых от глаз простого зрителя. Состав жюри, приехавший в Ярославль, по праву можно назвать «звездным». Народная артистка России Лариса Удовиченко, актеры театра и кино Юрий Батурин, Олег Газ, Татьяна Козючец и председатель, народный артист России профессор Юрий Шлыков. Говорит, что даже с высоты полувекового опыта судить коллег тяжело. А что это такое реально? А как это оценивать своих коллег? Становится почти очень трудно, потому что разные фильмы, разные время, разные протяженности, разные драматургии. Артисты – зависимые фигуры. В конкурсной программе фестиваля 11 фильмов. Лучших выберут в 8 номинациях. Актеры пообещали, что несмотря на дружбу, судить будут честно. «Мне нужно выбрать из пяти одного. Потом они такие, что ж ты мне, ты же была в жюри, я говорю, ну я же не одна. И у нас все будет честно, кому что нравится, все будем по голосам все это складывать. То есть никакого блата не получится». В ходе фестиваля артисты посетят 8 городов региона, проведут встречи со зрителями и мастер-классы для руководителей народных театров, творческих коллективов и студентов. Актер Алексей Гаас отмечает, что Ярославскую область в последнее время очень часто выбирают для съемок. «Судя по своим коллегам, друзьям, они говорили, что вот часто ездят в Ярославль, Ярославль, прям такое место становится, киноместо. Ну, Волга, природа, история, поэтому неизбежно это будет кинематографическое место». Фестиваль «Созвездие» создан не только для того, чтобы отметить успехи уже состоявшихся артистов, но и найти новых. «Очень приятно, что в этом фестивале принимают участие и в том числе начинающие наши актеры. Мне сегодня очень приятно, что мне досталась почетная миссия вручать приз самой юной актрисе, это Елизавета Бугулова. Я с большим удовольствием желаю ей творческих побед и большой дороги в кино». Итоги конкурса подведут 12 октября в Доме актера. Там же состоится заключительный показ фильма «Один настоящий день» Георгия Шенгеля. Алексей Машков, Денис Кауров. Главные телевизионные новости. В столице Золотого кольца выбрали «Мисс Ярославль-2023». За титул и корону боролись 11 девушек. А конкурс был не просто дефиле по сцене, а целом реалити-шоу. Кто покорил жюри не только красотой, но и интеллектом, узнала Марина Смарагдова. Блистательная и полувоздушная. Конкурсантки в финале просто обворожительны. Им пришлось пройти немало испытаний. Их было несколько. Знакомство и интеллектуальный этап дефиле в купальниках и вечерних платьях. «Да они в целом все вообще молодцы. Они прошли целую школу, с ними поработали супер-мофессионалы, интересные люди. И они получили очень колоссальный опыт. Ну и, в общем-то, было все видно про нашу подготовку, видео, как они проводили это время в течение года». Финалу конкурса предшествовала большая подготовка. Претендентки на титул участвовали в мастер-классах и фотосессиях. Готовили свои видео-визитки. Организаторы же объединили все это в реалити-шоу. «Мы очень рады, что конкурс «Мисс Ярославль-2023» состоялся. «Игродской телеканал» был информационным партнером этого мероприятия. Самая красивая девушка, самая талантливая, самая умная, самая неординарная приняли в нем участие. «Мисс Ярославль» становится. Ну, надо пошуметь, надо покричать, похлопать. «Милана Грачева, номер семь!» Девушка-студентка и мастер маникюра, а по ночам пишет стихи. «Конкурс «Мисс Ярославль» нужен был для меня, чтобы до конца понять, кто есть я. Конкурс, проходящий в Ярославле, пользуется вниманием публики и ежегодно вызывает интерес. Девушки, получившие огромный опыт, наверное, никогда о нем не забудут. Марина Смарагдова, Игорь Мосин. Главные телевизионные новости. А в Подмосковье завершился всероссийский конкурс красоты «Мисс Россия-2023». Участницы отбирали по жестким критериям. Учитывалось все – от физических данных и наличия татуировок до семейного положения. Всего в очный этап конкурса прошли 20 претенденток, включая нашу землячку, 20-летнюю Алину Письмареву. Карьера Алины началась еще в школе. Она завоевала первое место на конкурсе «Короны Ярославля-2020». На сцене в Барвихе девушка поразила зрителей дефиле в воздушном платье и купальнике. По итогу онлайн-голосование выиграла конкурс «Мисс Россия-2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. И сейчас к спортивной части выпуска. Спортсменка из Семибратова стала серебряным призером первенства мира по тайскому боксу. Соревнования проходили на рингах Турции. Воспитанница спортивного клуба «Атлант» Нелли Евстифеева дошла до финала в битве. За первое место уступила сопернице из Турции, став второй. По итогам турнира сборная России стала лидером состязаний, завоевав 89 медалей. В течение недели выступило более полутора тысяч участников из 80 стран. Самым юным тайским боксерам исполнилось 10 лет, а взрослым – 23. Спортсмены Ярославской области завоевали медали на состязаниях по городушному спорту. Первенства России прошли в Подольске на стадионе труд. По итогам борьбы лучшим среди юношей от 15 до 18 лет стал рыбинец Егор Ходяков. Представительница Тутаева Виктория Зернова среди девушек от 11 до 14 поднялась на третью ступень пьедестала почета. Участниками турнира стали спортсмены из 11 регионов страны. Это первенство было приурочено к 100-летнему юбилею официального признания городушного спорта в России. К другим темам выпуска разноцветные кабанчики устроили пир на обочине. В соцсетях появилось видео, где стая диких свиней лакомилась травой и коренями на обочине одной из трассуглического района. Причем среди животных рыжие боров, серые поросят и коричневые хрюшки. Не напугала кабанов даже проезжающая по дороге машина. Вероятно, большое лесное семейное сообщество вышло на выгул. Не зря говорят на голодный желудок. Невкусной еды не бывает. Ну или никто не может быть мудрым на пустой желудок. Далее Алена Груздева расскажет о погоде. В студии Алена Груздева. Здравствуйте. Вторник в Ярославле будет облачным. С утра зарядит мелкий дождь, который закончится только ближе к вечеру. Подробности далее. Ярославль – жемчужина золотого кольца. Это надо видеть и видеть без проблем. Офтальмологический центр «Идеал» предлагает гостям города лазерную коррекцию зрения с персональным сопровождением и скидками в гостинице. «Идеал» – качество, доступное в цене. 72-12-18. Во вторник ночью в Ярославле облачно, небольшие осадки, температура 1 градус. Ветер западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Во вторник днем в Ярославле облачно, небольшой дождь, температура 5 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Медицинский центр «Медикор» предлагает транспортировку и сопровождение маломобильных пациентов не только в больницу, но и для решения обычных бытовых вопросов. Посещение магазина «Банка Нотариуса». Справки по телефону 208 503. Медицинский центр «Медикор». Республиканская 16А. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. Отличного настроения. Увидимся завтра. Алена Груздева. Через мгновение в эфире художественный фильм «Беглецы». Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70, 72 11 80. В студии работала Дарья Носовская. До свидания.